Получать обратную связь и иметь возможность открыто говорить о возникающих проблемах в округе. У жителей формат выездной администрации давно пользуется популярностью. Любой желающий может обсудить вопросы, которые касаются практически всех сфер жизнедеятельности муниципалитета. Много вопросов, но один из них по поводу благоустройства наших лесопосадок. Потому что мы там много проводим времени, спортом занимаемся и ходим, а лесопосадки находятся просто в ужасном состоянии. Построить в микрорайоне новую площадку для собак, привести в порядок лесопарковую территорию, установить искусственную неровность в виде лежачих полицейских. Эти и другие вопросы были адресованы сегодня первым лицам муниципалитета. И самое главное, все озвученные проблемы решаемы. Ответы были разные. Мы, конечно, говорили и с первым лицом администрации, и с его незаместителями, ответственными лицами. Ну, я удовлетворен разговором. И надеюсь, то, что мы поговорили, еще будет иметь продолжение. Мы представляли организацию волонтерскую «Золотые руки ангела». Она занимается тем, что отшивает для участников СВО тактические носилки. Много всего они делают. Мы очень хотим организовать отделение в городе Матищи. Для этого нам нужно помещение, ну и вообще всяческая поддержка. И именно по этому вопросу мы приходили сюда на встречу с главой. Нам очень откликнулись. Обещали, что выполнят все наши просьбы, пожелания и будут нас поддерживать. Екатерина Грудцова – мама троих детей. Безопасность ее сыновей – первостепенная тема, которая ее волнует. Сегодня она пришла обсудить вопрос организации дорожного движения. В частности, установки предупреждающих знаков около детского сада «Елочка». Они бегут в детский сад за своими эмоциями, за друзьями, видят друг друга и перебегают дорогу. Но машины там ездят достаточно быстро, поэтому хочется обезопасить своих детей от происшествий. В микрорайоне Леонидовка навстречу пришло 29 жителей, которым в общей сложности удалось разобрать с представителями администрации около 60 вопросов. Чаще всего они касались безопасности дорожного движения, благоустройства придомовых территорий и земельных отношений. Каждый из них был взят на контроль. Анна Смирнова, Александр Соломкин, Первый Матищинский.